Приветствую вас. Во-первых, хочется сразу сказать вам о том, что ваш вопрос, он может быть адресован не психологом, а эзотериком. Вы спрашиваете, как долго это продлится. Ответ на этот вопрос может дать только эзотерика, а мы, психологи, мы изучаем информацию, которую нам предоставляют клиенты, и, соответственно, на основе анализа даем рекомендации. Вот. Поэтому, поэтому, значит, для начала нужно сказать, что нет, нет такого понятия, как «везет». Когда говорят «везет», это значит, что что-то произошло хорошее, но не по, например, вашей вине, да, в кавычках, не за вас что-то хорошее случилось, а произошло это хорошее вот потому, что вот так получилось случайно. Ну, согласитесь, согласитесь, это не очень приятно. Поэтому и успех, и неудач – это следствие вашего поведения. И, соответственно, если мы говорим о вашем поведении, то оно, я полагаю, подчинено, ну, некому такому, некому ориентиру. И для начала нужно постараться понять, какие у вас цели, какие у вас задачи, чего вы хотели бы, что вам нужно и так далее. Второе – это то, что вы для этого делаете. Как вы поступаете для того, чтобы добиться этих целей. Третье – это ваши возможности, то есть средства, средства для достижения цели. Четвертое – это условия и требования, в каких условиях вы работаете и в каких требованиях предъявляются той или иной задачей, которую вам нужно выполнить. Это, к сожалению, не работает так, что вы поставили себе какую-то цель и тут же ее добили. Или это не работает так, что была какая-то цель, вы этой цели, например, добились, вот, и у вас неудача, и неудача произошла из-за вас. Нет, на самом деле это не работает так. То есть, если это происходит, значит, вы делаете что-то не так, вы делаете что-то неверное. Как-то вот, как-то неадекватно вы распределяете свои силы, свои возможности, свои средства и неадекватно анализируете условия. Собственно. Которые, в которых к фабрику приходится работать. Поэтому, что-то вам не везет, это напоминание о том, что вы поступаете как-то неправильно, как-то неверно. И, соответственно, напоминание об этом, напоминание об этом, оно дано вам для того, чтобы вы меняли свое поведение. Чтобы вы его корректировали. Понимаете? Понимаете? Вот. Ну да, остановиться, остановиться, проанализировать, что вы делаете. Подумать как следует. И, собственно, как раз, исходя уже из того, что вы увидите в результате. И будет для вас той, значит, линией движения, которая вам необходимо придерживаться, и доходы мы неудачи прошли. Если говорить о том, почему так происходит, да, то, соответственно, это недостаточная степень сознания. Недостаточная степень сознания и недостаточная степень осознания того, что вы делаете. То есть очевидно, что многие вещи, которые вы делаете, многие вещи, которые вы, ну, которые вы пытаетесь реализовать, ванны осознанно осознанно осознанно. И из-за этого, из-за того, что неосознанно осознанно осознанно, у вас и неудачи. То есть ошибки какие-то есть, да, вот, ошибки есть. А понимание того, почему эти ошибки у вас нет. И надо сказать, что для того, чтобы это понимание было, необходим анализ. Без анализа ни палочки, ни палочки. Никак. К сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Не забудьте обратиться к эзотерикам, если ваш вопрос адресован им. Если у вас остались вопросы по психологии, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.